Сделать интересно, сделать, как никто не делал, сделать не так, как делал раньше, сделать так, как никто уже не смог бы повторить, не топтаться на месте, перешагнуть через себя. Элли Юрьев, народный художник Чувашин из дневников. У нас сотни художников Чувашин есть. Каждый, кто чем, живописец, скульптор, графики, декоративно-прикладное, по тканям, по всему этому, каждый в своем разделе. А вот Юрьев, он один. Это художник ренессансного типа. И он так рассуждал, что нельзя считать культуру нации развитой только по одному виду искусства. Все виды искусства должны быть, в том числе и изобразительные искусства. Вот поэтому Илья Михайлович лично сам обращался ко многим видам искусства, которые в Чувашии были или забыты, или вообще не поднимались никогда. И он их поднял. Осмысливая место и роль Элли Юрьева в истории Чувашской художественной культуры, приходишь к выводу, как бедна была бы наша жизнь без его творений, без нескольких сотен книг, выпущенных Чувашским книжным издательством в его оформлении, и тысяч под его художественным редактированием. Он был главным редактором в Чувашском книжном издательстве. Без разработанных и исполненных им символов государственности Чувашской республики, без гербов города Чебоксара, Чувашского государственного университета, без орнаментальных решеток Чебоксарских мостов, различных дипломов, почетных грамот, нагрудных знаков и удостоверений государственным наградам, юбилейных медалей и монет, пригласительных билетов, театральных афиш, плакатов, живописных и графических пейзажей, портретов и без многого другого, в чем преуспел художник, безгранично любивший искусство во всех его видах, обладавший божественным даром чувствовать гармонию и создавать прекрасный художник, наделенный колоссальной работоспособностью и целеустремленностью, художник, убежденный в своей предназначенности и востребованности временем, живший под девизом «Кто есть вне я?» Народный художник Чувашия Ильи Михайлович Юрьев родился в деревне Исакова Красноармейского района. Он был вторым ребенком в многодетной семье. У Елены и Михаила Юрьевых было 10 детей, но лишь Ильи с самого рождения был отмечен особым знаком. Он единственный, рожденный в рубашке. То есть вот Всевышний его одарил вот этим подарком, вот этими талантами. Из воспоминаний Ильи Юрьева. Совсем еще маленьким пятилетним мальчиком восхищался Чувашской вышивкой. Это ярко врезалось в память. Мама собирает нас на какой-то деревенский религиозный праздник и надевает нам детишкам мал-мала меньше хрустящие свежие рубашечки и сарафанчики, вышитые ее руками. Детство оказалось отнюдь недели. Когда Ильи исполнилось 6 лет, началась Великая Отечественная война. Конечно, это был голод, и когда они, значит, весной выходили в поле и из этой талой земли вот искали вот эту оставшуюся в земле картошку, она уже была, понятно, замороженная, подмороженная, червивая и всякая. И когда это приносилось домой, и как-то там из нее что-то там вычищалось и что-то делалось, и вот по этой причине он картошку крайне не любил. В 6 лет началась его трудовая биография. Ильи лихо управлялся с лошадью, был возщиком в колхозе и помогал матери, которая осталась одна с четырьмя детьми. К этому времени относятся и его первые опыты в рисовании. Отец был на фронте, ушел на войну. И в доме были очень, мама берегла альбомы, которые заполнены были его рисунками, отцовскими рисунками. Отец рисовал. Потому что в книге видишь, это самое цветное, напечатанное. Это видно, что это напечатанное. А это вот рукой сделано, моим отцом. И я начал срисовывать. Я очень хорошие перерисовки делал в первых, вторых классах портреты Сталина. Это было очень интересно. Но раз Сталин рисует, это вообще... Из воспоминаний Ильи Юрьева о детстве. Я посреди весеннего луга лежу навзничь в высокой траве. Слева и справа в ярко-голубом небе заливаются жаворонки. Неожиданно ко мне приходит мысль о том, что небо гораздо больше, чем земли. Просто до отчаяния больше мне. Но что я мог тогда знать о космосе, о бесконечности? Красота же земная раскрывалась передо мной на каждом шагу. Возможно, именно тогда родилась мечта Ильи Юрьева о небе. В 1946 году, когда с фронта вернулся отец, журналист и писатель Михаил Нямянь, семья переехала в Чебоксары. Ильи учился в школе номер 6, много рисовал и даже поступил в художественное училище. Но общеобразовательные предметы давались будущему художнику непросто. И по этой причине из училища пришлось уйти. Вернулся в школу и записался в кружок парашютистов при педагогическом институте. Чтобы прыгать с парашютом, нужно было несколько километров идти пешком до летного поля. Ильи ездил на велосипеде и упорно не оставлял своих занятий. Мечтал стать летчиком. Но неудачное приземление и началось от слойка сетчатки. Прогрессирующая близорукость закрыла путь в летное училище. Однако любви к небу он не изменил. Летал и прыгал с парашютом до седьмого десятка лет. Если бы не его зрение, он бы точно, вот с его неуемной энергией, он бы обязательно пробился вот в эти космонавты, я так думаю. Свою неуемную энергию Ильи направил в искусство. Поступить в Строгановку не удалось. За плечами не было среднего специального образования. Стать художником помогла армия. Служил Ильи в Тбилиси. Командиры, заметив талант чувашского парня, не просто использовали его, но направили учиться в студию военных художников. Педагогами там были преподаватели Тбилисской академии художеств. Туда, после окончания срочной службы, и поступил учиться Илья Юрьев. На каникулы приезжал домой, в Чпоксары. Там встретил любовь в своей жизни. Зимние каникулы. Я вернулась из Москвы на каникулы, первые, первокурсницы. Он приехал на свои каникулы из Академии художеств в Тбилиси. И встретились мы в Чувашском государственном драматическом театре. Он мне всю жизнь показывал ту колонну, около которой он меня приметил, и пригласил на танец. Окончив академию, он вернулся в Чпоксары, чтобы отдать все силы Родине и своему народу. Из дневников Ильи Юрьева. Я эти годы прожил интенсивной творческой жизнью. Я эти годы прожил в каторжном труде. Ни один из дважды героев труда не положил столько здоровья и труда, сколько я сжег жизни в труде за эти годы. За эти годы я сделал то, что не сделало целое поколение профессиональных художников Чувашии. Я думаю, что мемориальная доска должна висеть в типографии, в издательстве. Где-то там Юрьев днями и ночами десятилетия поднимал культуру печатания книги в Чувашии. Он изучал ночами, изучал всю технологию, всю литературу, все, что там, как печатать, как книги, где там прогрессивная печать о книгах. А днем в типографии он книжку какую-либо делает, писатель кого-либо или историческую книжку, какую-то там подавали ему на оформление. Он с ней там в типографии до выпуска, до упаковки, как ее делать, печатать. Его разработки в мастерской днями и ночами он это разрабатывал, приносил туда. Он там учил всех от простого рабочего до инженеров и до всех в издательстве в этом типографии, печати. Были те же моменты, поскольку у него были очень высокие требования, но высокое начальство, так сказать, этих, или руководители этих предприятий говорили, вообще мы тебя перестанем пускать, потому что надоел, значит, краску надо именно такую, смешивать нельзя, надо выполнять точно, только на таком, ну, короче говоря, и учил даже вот всех рабочих на этих станках. Из дневников Ильи Юрьева. Кстати, дело учит человека. Дело учит многому, если человек взялся за это дело как следует. Дело – учитель. Ильи Юрьев изменил систему книгопечатания в Чувашии. Он разрабатывал шрифты, которыми и сегодня продолжает пользоваться издательство. По его собственному признанию, оформил свыше 300 книг и художественно отредактировал тысячи. Этой кропотливой и далеко не всегда почетной и заметной работе он отдавал все силы, убежденный в том, что без перемен в издательском деле нельзя говорить о прогрессе национальной культуры. Живопису гораздо легче физически. Потому что он берет кисточку и пошел. Вот так вот на вытянутую руку. Мажет, мажет, мажет. Не понравился опять вот так вот снимает краску. А здесь нет, это не такая работа. Почему нету таких людей, специалистов на эти вещи? Почему я это делаю вообще? Потому что в культуре народа это должно быть. Вот пока этих вещей нет, которые мало заметны, никому не известны. Если их нету в культуре, то нечего этому народу гордиться, хвастаться. Вот мы такие, мы всякие. Вот вы заимеете вот такие вот вещи, которые никто другой не может делать? Тогда да. Среди тех, кто доверил ему издание своих книг и осуществление своих печатных проектов, были писатели и поэты, композиторы, ученые и политики. В соавторстве с Геннадием Майги он удостаивается государственной премией за книги поэты Франции, поэты Венгрии и поэты Польши. Непревзойденным является его оформление поэмы Константина Иванова «Нарспи». Орнаменты, созданные им во время работы в книжном издательстве, сегодня окружают его земляков везде. Семь лет он работал главным художником Чебоксар и неустанно украшал столицу Чувашии. Мосты стали строить, Гагаринский мост. Разработал он эту схему. До этого не делали никто ничего не шел. Вот разработал, мост сделали и пошло. Эти орнаментальные его штучки везде, всюду, весь город. Ну, как естественно, как нормальный прием такой. На агрегатном должно быть висеть мемориальная доска. Юрьев разработал национальные орнаментальные узоры, все эти металл перевел в весь город, везде, всюду. Скверики там, прочее. Он по часам записывал, что он сделал в городе, что он объехал, какие претензии к оформлению. Что должно быть в современном городе, как столица должна выглядеть. Это же колоссальная работа. Это ведь уже дизайнерская работа, вообще-то говоря. До Ильи Юрьева в Чувашии не было развито медальерное искусство. Чтобы освоить его, художнику снова пришлось учиться, осваивать все с азов. Результаты его трудов невероятны. Они вызывали восхищение у столичных специалистов. На Московском монетном дворе по достоинству оценили шедевр Юрьева – памятный рубль к столетию Константина Иванова. Встретил меня очень неприветливо. Мы сейчас покажем, туда-сюда, посмотрели. Потом говорят, ну ладно, а вы откуда вообще-то все-таки взялись? Вы знаете, у нас на Московском монетном дворе три человека этим занимаются. А вы-то откуда взялись? Я сказал, ну, мне это нужно делать. Он повез не эскиз, он повез отлитый рубль. Конечно, с гипси, он металл не лил, с гипси. У него эти самые формы и прочие, все формы печатные, все это он повез с собой, привез туда, уговаривал его. И квартиру, и все. Там, на монетном дворе. Вы здесь должны быть? Вы здесь должны быть? Нет. Или говорит, нет, я там у себя свечи ваши. Республике он подарил два десятка разработанных им памятных медалей и нагрудных знаков, среди которых и те, которые вручаются обладателям почетных званий и лауреатам государственных премий. Работу над этими знаками он расценил как еще один экзамен на профессионализм. Но еще более велик вклад Эльи Юрьева в геральтику. Я все-таки геральтик, этой вексилологией занимаюсь с 60-го года. Это уже сколько? 39, почти 40 лет. Может быть, даже чуть раньше. Сначала у меня очень какая-то маленькая брошюра попалась по геральтике. И я подумал, а почему бы Чебоксаром не заиметь герб? Я знал, что у Чебоксара был древний герб. Вот я с очень благодарностью большой вспоминаю Федота Никитича Орлова, герой Советского Союза. А я прислал еще во время учебного года свои первые проекты Чебоксарского герба, и они пропали. А он общался с Семеном Матвеевичем Исельковым, с селя Пагалчим, Прокопьевым. И еще был друг, пусть им земля будет пухом, Яков говорил, Чухсай. Вот и ему рассказывал. И они вот это донесли, идею, до обкома. Тогда обком это все решал. А как раз приближалось 500-летие. В 1969 году Чебоксары получили свой герб, созданный Ильей Юрьевым. Через 23 года, в 1992-м, именно он стал автором государственной символики Чуваши. Я был депутатом, участвовал в приеме. Это уже был объявлен конкурс. Два года этот конкурс был, маячил, отбираю. Столько споров всего. Он не участвовал, Юрьев, в конкурсе. Все там столько. Он говорит, да ну их пусть делают. Я сделаю, герб мой будет. Такое шутение. Так точно. На последний, заключительный, Мадорова проект, Слава Михайлова, Юхтара. И Ильи принес. Впервые, первый раз принес он. Нарушение всех положений, гербов, первую очередь всего. Все вот. Ну, дискуссии было несколько сессий. В течение, наверное, полгода решалось. Споры были. Я был уверен, убежденно уверен, что я это сделаю. Внизу это земля Чувашская. На нем растет, развивается, живет дерево. Центральный ствол. Это Чуваши, которые здесь родились, здесь живут. А вот эти две линии над землей, это те Чуваши, которые стремятся к этой земле. Это те, которые сибирские Чуваши, татарские, симбирские, пензенские Чуваши. Они тяготеют к этой земле. И вот эта вот линия, это их тяга к родной земле. А потом они образуют один ствол нации, народа. А в середине есть еще вот эти, ну, так назовем, крючки, которые не стыкуются со стволом. Они чуть-чуть оторваны. Это евреи, татары, немцы, мар-2. Ну, вообще, все другие национальности, люди других национальностей, которые живут на этой земле. Они тоже Чувашский народ. Щит – это традиционный геральдический элемент. В любой герб, только на щите. Точно такого повторения щита нигде нет. Он сделан специально, только для нашего герба. Три звезды – это из чувашского фольклора, из чувашских легенд. Они означали, ну, по поверьям древних Чуваших, что у Чуваших будто бы было три солнца. Земля, солнце и дерево. Вот так. А там действительно все доведено до крайнего совершенства. Это плод мучительных 20 или 30 лет осмысленной познания истории, философии, предыдущей истории искусства, искусства вышивки, рунического письма и всех этих составляющих, что вообще можно было собрать и сказать, что это было историей, искусством чувашского народа. И только вот оттуда все это вот так вот вытащив, пропустив через себя, переосмыслив на современной, или увязав современностью, вот только тогда так вот это получилось. Из дневников я раскрашиваю герб Чувашской республики. Новый вариант. Я счастлив бесконечно. Смотрю на последний вариант. Весь день смотрел, радовался, что наконец выдохся и ничего больше делать не могу. Флаг республики шили, конечно же, под его руководством. 8 мая 92-го года в 10 часов 45 минут он взвился над Домом Советов. Дождавшись, пока развернется полотнище, художник произнес «Осеняй народ на благо». А потом целый час ходил по площади Ленина, чтобы видеть, как вьется на ветру его детище. Из дневников 24 октября 1980-го года «Что такое искусство? А это такая работа, когда ее переделываешь, доделываешь и снова делаешь, когда работаешь любуясь и отрицая, когда она всего тебе выяло уже, но и расставаться с нею не в мочь». И он был неуемным, потому что всегда говорил, что одним разом нельзя создать шедевр, надо пробовать, пытаться, осмысливать, продолжать, исправлять заново, то есть надо пересматривать, и это было до бесконечности, по 20-30 не эскизов, а именно готовых работ. Искусству Эли Юрьев служил, отдаваясь ему полностью. Творческое начало в нем кипело. Еще в молодые годы он хотел поступить во ВГИК, на сценарный или операторский факультет. В 70-е годы пришел на Чувашское телевидение, несколько лет вел программы «В мире прекрасного» и «Порисуем вместе». Здесь он тоже хотел быть реформатором, в одно время даже планировал учиться на факультете журналистики. Никогда не расставался с фотоаппаратом, от снятых им фотографий хватит ни на одну выставку. При всем этом Илья Юрьев никогда не переставал быть живописцем и спешил запечатлеть самое важное. Вот начинается тракторострой. Это он на тракторострой. Вот начинается стройка ГЭС. Вот эти картины, которые ГЭС посвящены. Ведь это труд. Он понимал, что это какое-то необычное явление для города, для республики. И вообще замыкание вот этого энергетического кольца, это для него тоже это было важно. Он не просто смотрел как вот это, то есть он сам участвовал в этом большом процессе. Он всегда ощущал себя не подмалевщиком каким-то или рисующим или создающим какое-то просто полотно. Оно это было очень осмысленным. Свои работы он щедро раздаривал. Первый крупный дар передал народу Чувашии в 50 лет после юбилейной выставки. Показали 250, потому что перестали считать дальше. Там было более 300 по факту. А вторая там было более 600, наверное, даже тоже перестали считать, потому что очень трудно учесть. Были на одном листе несколько работ, которые посчитались за одну. При всей невероятной загруженности он успевал преподавать, ведь это тоже было служение искусству и народу. Пришел человек, новый учитель, познакомились, представился. Вот, я автор герба города, там, республики. Это было очень здорово. мы сразу подошли с тетрадками, взяли автографы все на первом же занятии, прямо на обложке тетрадки взяли автографы. До сих пор у меня эта тетрадка где-то осталась, лежит. Ну, здорово. Это было уникально тем, что Илья Михайлович, он сразу представился и мы уже как бы сразу вытянули спины, то есть мы уже понимали, кто перед нами. А он вел себя очень просто, раскрепощенно. И нас потрясло то, что сразу же первым делом, когда он начал преподавать шрифты, он мог взять и ровный круг нарисовать просто на доске мелом. Вот, вы знаете, вот так вот раз, и ровный круг получался, то есть не отрываясь. И любую букву он рисовал как плотер. Кроме профессиональных навыков, ученики ценили в нем удивительные человеческие качества. Ой, я бы с удовольствием взял от него, но не могу. Вот это вот огромную, конечно, доброту, невероятную доброту, такую, знаете, божественную. Потому что, когда говоришь с человеком, от него идет свет. Это очень, это не передать словами. И настолько было простым общение, вот я повторю, что мы считали его богом, потому что он был знаменитым человеком, он был звездой, а мы были простыми учениками. Но было настолько простое общение, знаете, как отец и сын. с учениками, как своими детьми. Отзывчивость и душевная щедрость были совсем непоказными. И некоторым он помогал даже вопреки, не потому что, а просто потому что человек. Вот сколько раз это было, даже это было неоднократно, вдруг ночь там, ну или вот он откуда-то едет, ну связи-то не было как Минчи, ну нет, нет, неизвестно когда должен вернуться там. И вдруг он в три часа ночи приходит не один совершенно с незнакомыми людьми, с женщиной и мужчиной. Они просто застряли в дороге, у них что-то случилось с машиной, машина была очень старенькая, и никакого ни транспорта, ничего, чужое место. Да, вот, да, но это было безоговорочно, но это не подлежало никакому ни осуждению, ни удивлению, это было нормой. Его жизнь была насыщенной до предела, и в ней оставалось совсем немного места для семьи, но в те дни, которые он отдавал детям, вмещалось невместимое. было, наверное, лет пять, ушли гулять с утра. Мы погуляем, ну хорошо, погуляем, но понятно, что после обеда, может быть, они вернутся. Не вернулись ни после обеда, стемнело, до сих пор нет, но как-то стали очень так, это беспокоиться очень сильно. Уже что-то десять или одиннадцать вечера, но это уже совсем уже, так сказать, почти что паника в семье. Ну, в конце концов вернулись, но не было же таких средств связи. Но в результате что оказалось, они улетели в Раскильдино, они потом еще куда-то улетели в Аликово. Он торопился успеть все, не отказывался ни от каких правительственных заданий, оформлял все праздники, фестивали, юбилеи, спал по четыре-пять часов. И в окне его мастерской никогда не гас свет. На Руси такое выражение «положить живот на это». К нему это как раз очень относится. И вот тут я прочитала совсем недавно у Ильдара Рязанова, это был его стих, буквально одну строчку я хорошо так запомнила, что «Земля требует от нас не славы, а плуга, вот я думаю, что она эта фраза меня очень зацепила, потому что очень соответствует жизни или Михалыча, жизни, потому что плуг это работа, постоянная, постоянная работа, это он пахарь был всю жизнь. Фантастическое трудолюбие его, вот это как раз я к слову о плуге, что земля требует только плуга, а не славы. И, конечно, человек трудится, когда он в полную силу себя отдает, он, конечно, о славе как таковой не думает. Понятно. Он просто до потери пульса работает, до потери дыхания. Все, вот его, вся его жизнь практически вот такова. Он народный, товарищи, а такого никому и Москве невозможно найти. Он не заслуженный России. Он не народный России. А вот так вот получалось, вот Юрьев открутился, вертелся, он же творил, создавал. Он в голову не приходил, что надо ему свое звание выколачивать. Он великий, чуваши, Россию он великий. Еще раз убеждаюсь, что я напахал на сто лет вперед, да, во всем, лишь бы потомки не забыли, что это янский. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова